Следим за перевозкой детей. Я смотрю, у вас кресло установлено. Поэтому дарим вам такую небольшую наклеечку. Будьте внимательны и аккуратны. Первые минуты рейда и уже остановка. В автомобиле есть дети, правда, все в детских креслах и зафиксированы ремнями. Поэтому водитель, она же мать, получает наклейку как напоминание. Если бы кресло отсутствовало, выписали бы штраф в 3000 рублей. Госавтоинспекция обращает внимание, что согласно требованиям правил дорожного движения Перевозка детей в возрасте до 12 лет должна осуществляться с помощью детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Допускается перевозка детей на заднем пассажирском сидении с использованием штатных ремней безопасности для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Время акции выбрано не случайно. В последний месяц лета дети возвращаются с мест отдыха, а родители возят их от магазина учебников до магазина одежды. Автоинспектор напоминает, использовать автокресло для школьников нужно обязательно. За 7 месяцев 21-го в области уже зафиксировано 103 ДТП с пострадавшими детьми. В этих авариях травмы получили 119 школьников и дошкольников, четверо погибли. Весомый аргумент в пользу безопасности. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».